Всем привет! Как вы знаете, в марте Google выпустила первую бета-версию Android P. Тогда мы сделали подробный видеообзор всех фишечек. Но вы, наверное, помните тот ролик с моим ужасным сиплым голосом. Флэшбэк. Сборка Android P Developer Preview также доступна для установки на Pixel, Pixel XL и Pixel 2. С того времени голос вылечился, а Google подготовила вторую версию Developer Preview для Android P. Кстати, до сих пор непонятно, как P будет называться по итогу. Может быть, пицца, может быть, пепперминт, а может, пайнапл пай. Японец одобряет. Пэ пайнапл аппо пэ. На этот раз принять участие в бета-тесте могут не только пользователи Pixel, но и юзеры Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Xiaomi Mi Mix 2S, Vivo X21, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro и OnePlus 6, когда он выйдет. У меня есть замечательный Pixel 2 XL, так что переходим к новшествам Android P DP2 на его примере. Итак, самым громким нововведением прошивки стали жесты. По утечкам и разным слухам строились предположения, что тут появится управление наподобие iPhone X. Считаю, что у iPhone X самое удобное и эргономичное продуманное управление в смартфонах, и от Google я ожидал чего-то похожего, прорывного, классного. На деле же получилось как-то то ли непривычно, то ли странно и неудобно. Я пока не определился. Разработчики убрали правую кнопку, отвечающую за вызов экрана активных программ. Вместо, скажем так, домика поставили полоску, а клавиша назад сохранилась. Свайп вверх по полоске показывает карточки открытых приложений, под которыми разместили строку поиска и иконки популярных программ. Как вам такое нагромождение? На мой взгляд, интерфейс перегружен элементами и особенно нелепо смотрится маленькая черточка, которая по нажатию отправит вас к списку установленных приложений. Но целиться в этот микроэлемент как-то не алё, так что для открытия экрана с программами сподручнее свайпать снизу. Либо два раза, сначала открыв меню многозадачности, либо один длинный раз, но на рабочем столе. Причём при этом коряво, на доли секунды, покажется и экран многозадачности. Собственно, карточки. Закрыть разом все нельзя, но по одной можно, путём смахивания вверх. Если нажать на круглую иконку наверху, то можно будет перейти к разделу о приложении, либо произвести разделение экрана. Ну, если программа такой режим поддерживает. Их на самом деле немного. Понравилось, что в открытой карточке можно выделить и скопировать текст. Или, например, выделить изображение долгим тапом и тут же отправить его кому-нибудь через что-нибудь. Ну, например, через запрещенку, через телеграм. Чертовски удобно, знаете ли. Ещё полоской при зажатии вправо, а потом влево, можно переходить между карточками приложений. А при поочерёдном сдвиге полоски вправо, то есть вправо-вправо, происходит переключение между последними двумя активными программами. Раньше для этого требовалось нажимать на клавишу «Недавнее». Я, кстати, попробовал проводить жестовые манипуляции левой рукой с оттягиванием полоски вправо. И знаете что? Это как-то неудобно с крупным Pixel 2 XL. Левши, кто уже оценил бетку, напишите в комментариях, как оно вам. Удобно, нет? Ну вот, собственно, в этом и заключается жестовое управление Android P. На мой взгляд, по удобству и естественности переключения приложений, возврату на главный экран, осуществлению действия назад, iPhone X всё же опережает гугловское решение. Но зато Google не содрала то, что сделала Apple, а придумала что-то своё, по-своему интересное, и это похвально. Возможно, в будущем управление ещё как-то эволюционирует, станет лучше, это же бетка. Да и традиционное трёхкнопочное управление можно вернуть на место, что понравится тем, кому новшество не ок. Что ещё свежего? По-другому сделали меню кастомизации, то есть доступ к обоям, виджетам и настройкам главного экрана теперь выглядит иначе. Куда поставили палец, там и появилась менюшка. Компания говорит, что телефон будет изучать ваше поведение и сценарии использования и будет предлагать релевантные приложения, показывать иконки персон для вызова в определённое время, когда вы обычно им звоните, активировать музыкальные предложения при подключении наушников. Такая своеобразная персонализация функций для вас. Умнее станет и поиск. К примеру, вам предложат купить билеты на сеанс, если ваш запрос содержит название фильма. Либо вам будет предложено заказать такси, когда вы, собственно, ищете такси, или, наверное, предложат заказать пиццу, когда вы ищете пиццу и так далее. Но на работу этой функции в России в ближайшее время я бы на вашем месте не рассчитывал. Сейчас этого нет, но в будущем в Пи появится функция Dashboard, отражающая активность в приложениях. Она покажет, когда и как долго вы юзаете ту или иную программу. И если вы посчитаете, что слишком много залипаете в какой-нибудь игре, или неприлично долго рассматриваете девушек в Инстаграме, то сможете установить ограничения по времени, и телефон будет вам намекать, что уже совсем пора заняться каким-нибудь другим, более полезным делом. Ещё чуть позже Google добавит такую функцию, что перевернув телефон экраном вниз, ну, без чехла не надо, не стоит, поцарапаете, вас не будет никто беспокоить. А с помощью ассистента Google можно будет готовить себя ко сну. Сказал ему, что идёшь спатеньки в 23 часа, и ровно в 23 часа экран померкнет. А смотреть в чёрно-белый дисплей, конечно же, будет скучно, и ты ляжешь на боковую. Режим не беспокоить теперь не только выключает звук, но и блокирует всплывающие уведомления. При этом можно добавить исключения, чтобы подстроить режим под себя и не пропустить важный вызов. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы активировать виброрежим, то вы, во-первых, странный, а во-вторых, теперь вы можете это сделать одновременным нажатием питания и громкости вверх. Только вот повторное зажатие ни к чему не приводит. Вместо вибра можно и просто беззвучные в настройках выбрать, либо вообще запретить это сочетание клавиш. Ну, короче, инновация. Управление яркостью стало адаптивным, более умным. Анализируют не только источники освещения, но и контент, а также ваши предпочтения и уровни яркости, которые вы ставите руками. Помнится, на первых прошивках автояркость у Pixel 2 XL работала отвратительно. Теперь же претензий совсем нет. Кстати, раз мы говорим о дисплее, то в разделе цветопередачи наконец-то появилась картинка, которая примерно подскажет, как меняется цвет в разных режимах. По ней между натуральными и яркими цветами разницы я не увидел, но на самом деле она есть. В общем, Google, эта картинка поломалась еще на стадии бета. Давай более наглядную в следующий раз. Небольшое отступление. Тут два пикселя с хорошим экраном, мой, и с плохим экраном, Бориса Веденского из Дроидера. Оба были куплены на старте продаж. Теперь вы знаете, какая между дисплеями Pixel 2 XL бывает разница. Режим адаптивная батарея должен увеличить время работы, так как с ним на треть снижается обращение программ к процессору. Телефон анализирует, что вы используете часто, а что постольку поскольку, и у того, что вы почти не запускаете, будет ограничена фоновая активность. Хуже стать точно не должно, хотя на автономку пикселя я и так не жалуюсь. И согласитесь, что фирменный текстильный чехол для пикселя ужасен. Надо его помыть. Также пообещали обновить фирменные программы и сервисы Google. Ассистент к концу года будет знать около трех десятков языков. Он станет гораздо умнее и даже сможет совершать звонки от вашего имени. В общем, унижение Siri продолжится. Карты станут круче, клавиатура научится понимать код Морзе, Google Фото начнет подсказывать, как обработать фотку, перевернуть, сделать поярче как вариант, а Google Новости порадует вас новым интерфейсом. А покажка новостей уже появилась в интернете, можете поставить и оценить. Ссылку ищите в описании. Что еще? Из мелочей заметил, что клавиши быстрого доступа в шторке теперь идут не огромным вертикальным списком, как в первой бетке, а распределяются по страницам, которые могут быть как темными, так и светлыми. Зависит от обоины. В раздел о приложении вернули принудительную остановку программы. В ранней бетке этого не было. Клавиша поворота экрана при выключенном автоповороте все еще поражает удобством. Нужно поскорее внедрить ее во все смартфоны во вселенной. Это реальная маленькая фантастика. У всплывающих уведомлений прикольная анимация появления и скрытия. А еще, кажется, добавили новый звук при подключении телефона к ПК. Ну и напоследок, если вы переживали за вырезы, то они на месте. Более того, появился двойной. Сверху и снизу. Наверняка я что-то упустил из нововведений второй бетки, но общее представление вы наверняка получили. Мы все молодцы. Я молодец, что подготовил материал, и вы молодцы, что досидели до конца. В целом не скажу, что вторая бетка радует стабильностью. Подлагивает, тут и там, жестовая анимация какая-то дерганная. Да и YouTube почему-то не запускается. Хотя жалоб от других на это мне не встречалось. Пожалуй, все равно откатываться на Oreo я не буду. Поюзаю смартфон так. Впереди еще много тестовых сборок, а финалка запланирована на осень. Ну ребят, как вам новые фишки? А главное, жестовое управление. Понравилось? Напишите в комментариях, что думаете. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, mobiltelephone.ru Жмите лайк, подписывайтесь на канал, тыкайте колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok